Помолимся. Господи, благослови наши занятия. Не допусти нам уклониться ни направо, ни налево от истины. Прибудь с нами в этот вечер. Хвала тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Продолжаем противосектантские занятия. И вот еще одно утверждение, мы начали на прошлом занятии разбирать, в том, что, утверждение сектантов, в том, что идолы или кумиры были простой выдумкой язычников, убедимся, когда узнаем, какие идолы были у язычников. И что же об этих идолах нам говорит Библия? Ну вот о Ваале, Виле и Молохе мы на прошлом занятии поговорили. Вот следующий видол, имя его Оримфан. Сказано о нем в Деяниях, 7 глава, 43 стихи. Вы приняли с Кинью Молохову, и звезду бога вашего Оримфана, изображение, которое вы сделали, чтобы поклоняться им. И я переселю вас далее в Вавилонах. Далее, богиня такая Артемида. В Деяниях, 19.35 говорится. Блюститель же, порядка, утишев народ, сказал. Мужи Ефесские, какой человек не знает, что город Ефес есть служитель великой богини Артемиды и Диапета? Далее. Астарта. 4 царств, 23 глава, 6-7 стихи. И вынес Астарту из дома Господня за Иерусалим потоку кедрону и сжег его потока кедрона, и стер ее в прах, и бросил прах ее на кладбище общенародное, и разрушил домы блудилищные, которые были при храме Господнем, где женщины ткали одежды для Астарты. 10-13 стих. И осквернил он Тафет, что на долине сыновей Эннома, чтобы никто не проводил сына своего и дочери своей через огонь Молоху. И отменил коней, которых ставили цари иудейские, и солнцу перед входом в дом Господень близ комнат Нефан Мелеха Евнуха, что в Пару Риме колесницы же солнца сжег огнем. И жертвенники на кровле горницы Ахазовой, которые сделали цари иудейские, и жертвенники, которые сделал монасты на обоих дворах дома Господня, разрушил царь, и низверг оттуда, и бросил прах их в поток кедрон. И высоты, которые перед Иерусалимом, направо от Масочной горы, которую устроил Соломон, царь Израилев, Астарте мерзости Сидонской, и Хамосу мерзости Моавицкой, и Милхому мерзости Амманицкой, осквернил царь, прокрысая 17-8. И не взглянет на жертвенники дела рук своих, и не посмотрит на то, что сделали персты его на кумиры Астарты и Ваала. Так, седьмой. Хамос, или Хамос, не знаю, как правильно. Третье царство, 11-7. Тогда построил Соломон капище Хамосу мерзости Моавицкой, на горе которой перед Иерусалимом, и Молоху мерзости Амманицкой. Восьмой идол Ермий, о нем говорится в Деяниях 14-12. И называли Варнаву-Зевсом, а Павло-Ермием, потому что он начальствовал в слове. Ну вот, вопрос у кого есть, пожалуйста, наполнение. Повыше прочитано, вот мы перечислили идолов. Ну вот, ну и наша цель убедить сегтантов в том, что никакой связи между идолами и иконами не существует. Это заблуждение. Что об этом говорит Библия, мы вот показываем им. Вот. Ничего не сходится с нашими иконами, совершенно близко даже не стоит. Если вопросов нет, может дальше пойдем. Так, пожалуйста, Кадушкин Юрий. Мир всем. Что такое капище? Что такое капище? Да. Желающие ответить, пожалуйста. Поактивней. Да, давай, Валентина. Ну это место, которое строено для поклонения идолам. Все понятно. Идольское капище оно обычно еще называется, приставка такая. Место там... Для поклонения идолам, да. То есть определенное место, куда собирается народ и поклоняются этой всей мерности. То есть там изваяние какое-то, что-то сооружение возможно, да? Да, возможно здание какое-то, возможно просто там столбы какие-то стоят и... Просто под открытым не был. Понятно, спасибо. Может быть и не под открытым, типа такого какого-то. Так, идем дальше. Вот такое утверждение. О них никто не сказал, что они сотворили полезное или вредное. Это об идолах. То есть, ни полезного, ни вредного, ничего от них такого нету и... И вот это вот мнение подтверждается в Библии. Значит, Порок Иеремия, 10 глава, с 5 по 15 стихи. Они как обточенный столб и не говорят. Их носят, потому что ходить не могут. Не бойтесь их, ибо они не могут причинить зла, но и добра сделать не в силах. Нет подобного тебе, Господи, ты великое имя твое, велико могущество. Кто не боится тебя, царь народов, ибо тебе единому принадлежит это, потому что между всеми мудрецами народов и во всех царствах их нет подобного тебе. Все до одного они бессмысленны и глупы. Пустое учение – это дерево, разбитое в листы серебро, привезено из фарсиса, золото из уфаза, дело художника и рук плавильщика. Одежда на них, гиацинт и пурпур – все это дело людей искусных. А Господь Бог есть истина. Он есть Бог, живый и царь вечный. От гнева его дрожит земля, и народы не могут выдержать негодование его. Так, говорите им, боги, которые не сотворили небо и земли, исчезнут с земли и из-под небес. Он сотворил землю силою Своей, утвердил вселенную мудростью Своей, и разумом Своим распростен небеса. По глазу его шумят воды на небесах, и он возводит облака от краев земли, творит молнии среди дождя и изводит ветер из хранилищ Своих. Безумствует всякий человек в своем знании, срамит себя всякий плавильщик и стуканом Своим, ибо выплавленная им есть ложь, и нет в нем духа. Это совершенная пустота, дело заблуждения, во время посещения их они исчезнут. Исайя 44, 10. Кто сделал Бога и вылил идолам, не приносящего никакой пользы? Зная таким образом, что такое идол или кумир, нельзя их сознательно смешивать с иконами. Возьмем икону Рождества Христова и спросим, как назовут они ее? Если идол, то изображенного на ней никогда не существовало и нет. Но это пустая выдумка человечества, если же они в душе верят в это, а не на картинках, то от этого сущность дела не меняется. Если иконы идолы, то останутся они таковыми же, независимо от того, будут они повешены на стене или будут только представляемы в уме. Вопросы? Пожалуйста. То есть на иконах всегда изображены какие-то конкретные люди, а идолы – это образное изваяние. Я правильно понимаю? Да. Идолы – это то, чего нет, ложное. А на иконах конкретно какие-то конкретные люди. Так? Да. Ну, вот, Зевс, например, может быть, слышали, там, или «Богиня любви Венера», ее нет, ее люди придумали. Ее нет на небе. То есть и подтверждение этому нет, что они были. Правильно? Ну, мифы, сказки придумали люди, сочинили, и вот язычники им верят. Ну, мифы, слава бога, сотворившего неба и землю. Еще я слышал от Игнатия Тихоновича, что якобы идолы тоже мироточат. Это действительно так, да? Ну, про этого я не знаю, давайте угнатихомичу спросим. Вот, идолы мироточат, ну, и иконы мироточат. И как к этому относиться, кстати? Да. Хороший вопрос. Игнатий Тихонович на него уже отвечал. Ну, пожалуйста, Игнатий. Вот тут о мироточении-то речи нету. Вообще нету в тексте нигде. Это уже сверх этого берут. А что есть в мироточении? Оно есть и у буддистов, и у мусульман. И так же молятся, и так же отзывают. Вот удивляться этому не надо. Сатана все подделывает, абсолютно. Моисей пришел, бросил жезл, превратился в змея. Волхвы бросили жезл, и в змеи поползли. Он положил руку за пазуху, вынула она прокаженная, заложил обратно, вынул, исцелилась. Это же самое сделали волхвы. Но видно, что до определенного момента, где это есть. То есть враг все подделывает. Невеликое дело, говорит. Ибо враг принимает вид ангела света. Апостол Павел об этом говорит. Поэтому не надо смотреть. Сейчас вот у Игоря Талькова замиротащил крест. Замиротащил. Вот в Латвии там кто там и лютеране. У них икона Адольфа Гитлера. Икона. Они поклоняются. Ну, все как положено где-то. Он миротащил, икону миротащил. Что из этого? У православных есть такое сейчас. Прямо икона у меня здесь даже поставлена. Стоит Александр Невский. Ну, мы его знаем. Посередине стоит Сталин. Сталин. И стоит он с иконой тоже. И крест в руке держит. Ну, а с другой стороны там тоже военный. Там, кажется, Федор Ушаков и все. Это легко делается. И священнику говорят, зачем ты сделал-то? Сколько он убил людей-то где-то? Ничего. Мы молимся, и он отвечает. Сатана отвечает. Но отвечает не всегда. До тех пор, пока не встретился с верующими настоящими. Иоанн Затаус об этом и говорит. Аполлон перестал отвечать. Вопрошает его Юлиан отступник царя, идти или не идти на сражение. Вчера отвечал, а сегодня не отвечает. Оказывается, похоронили там епископа Вавилу, и он лишился этой силы. И дал указание кладбищу убрать могилы. Зачем? Иоанн Затаус говорит, если убирать, говорит, в начале, почему дошли, только до могилы епископа Вавилы и прекратилось все? Убирать не надо. Мертвый епископ отнял у него всякую власть. Говорит-то не идол, а в нем бес. А бес иногда говорит, что это ваш умерший человек, это души пришли умершие. А на самом деле ничего нету, призрачное. Так и сатана будет делать, воскрешать мертвых. Вот был такой колдун Кенопс. Кенопс этого времена Иоанна Богослова. И он задает вопрос, люди стоят на берегу моря, и он говорит, что-то загадайте мне, как вот Вольфу Мессингу. Он загадывает, что говорит, у меня отец утонул недавно. Он говорит, что я его могу вывезти. Подошел к берегу, волна его накрыла, и Кенопс исчез. Маленько погодя, за руку выводит отца. Отец, он его увидел, на самом деле бесы. Он еще один раз подошел, ладони ударил по воде, вода раступилась, он пошел по дну какое-то выполнять задание. А Иоанн Богослов тогда хлопнул эту волну, то волну накрыли, он больше волк, и он не вернулся, то есть утонул. В конечном-то счете, тот, кто в нас, больше того, кто в мире. Евангелист Иоанн об этом говорит. Так что не надо смотреть, мироточение или что-то. У нас одна из нашей общины, здесь, в Барнауле, мне звонит и говорит, у меня икона начала мироточить. А мы не привязаны к этому, потому что сатана все это делает. Я говорю, и что? Ну, я не знаю, что делать, я говорю, кто любит, тому отдай. А кто любит? Это священники. Рядом храм, иди отнеси им, и все. Все кончилось, все больше нигде не мироточит. А они там собирают везде. Раньше этим кишили зарубежные церкви, иверская икона тащит. У нее ложили ватки, и они пропитывались, помаленьку давали, прилепляли. Вот наша вера и истина, а не то, что московской патриархии. А теперь в городе Иваново у Амбросия и Юрасова замироточили больше трех тысяч икон. Обыкновенные бумажные. Люди подъезжают к городу и прямо в сумке лежат и начали мироточить. А что делать дальше не знают. Не знают-то не знают, но как-то ответ-то какой-то надо давать. Вот я сейчас вам прочитаю, какой вывод сделали они. кто хочет, запишите себе. Так. Минуточку. Так. У меня вопрос мне задают 1510-й, том 6-й. В газетах много пишут, что на Руси невиданная экспансия разных заморских и доморощенных сект. Но ведь истинность о нашей православной вере доказать не тронно. Например, ни о ком сам Бог так не свидетельствует, что наша вера божественная. Везде мироточат иконы, мощи нетленной являются, идут новые канонизации. Православные миссионеры пользуются ли этими неотразимыми свидетельствами об истинности православия в беседе с сектантами. Вопрос. Ответ. Как не глупы наши горе-миссионеры в борьбе с сектантами, с сектантским суемудрим, а они на эти доказательства в кавычках очень-то не упирают, разве только в уме со своим потухшим. Пересчитывая все, что пишут алтайские миссионеры в кавычках, в алтайской миссии, это эпохиальная газета. В лампаде, в Александроневском вестнике, это название газет церковных-то, в этих эпохиальных мурзилках, как их называют знающие, что такое духовное, но и там выступления Дворкина, Александра Леонидовича, профессора из Москвы, не смогли озвучить с упоминанием этих доводов. Или не захотели, чтобы не смешить своих противников-то. Миссионеров православия сегодня нет практически нигде, не говоря про Алтай, где тьма египетская по всей линии соприкосновения с врагами истины и сектантов. Хотя командировка профессора по сектоведению уже позади, но ничего не изменилось в этом плане и никогда в обозримом будущем не может ни на его ту измениться. Московская патриархия не может никуда притулиться, как только к своим корням, к традициям, к крестным ходам, к поиску все новых, более чудесных чудес. Это их история, ее опыт, ее подобие жизни. Они пока еще машут широкими рукавами с трибун съезда, конференций, форумов и прочих порождений плотского ума. Конкретно, посмотрите на это чудо в кавычках, крестный ход на крещение Господня на опь. Стоят на льду священники в ризах. На людей это новое шоу, придуманное как восстановленная традиция новым епископам, действует совершенно в обратном направлении. Люди видят этих дебилых, неповоротлив батюшек с животами, в этих неуклюжих ризах, как в маскхалатах, в этих ипотрахилях, партуках, но глаз выхватив это, ищет еще нового, когда же будет главное действие, когда можно будет окунуться или хотя бы поглазеть на входящих в ледяную воду. Ну вот они туда заходят, купаются, а теперь как узнать? Я говорю, всюду погибель. И вот пишут в Комсомольской правде от 19 марта 2003 года. Кто может, запишите. 19 марта 2003 год. На странице 18 19 заголовок. Почему мироточат иконы? Бог или дьявол подает знаки? Название заголовка крупное. Дальше поясняю. Создана в 1999 году комиссия по описанию чудесных знамений, происходящих в православной церкви. В состав комиссии входят, пометьте себе, это от патриархии, не от государства, входят священники, далее профессиональные физики, химики, биологи, историки, сопредседатели комиссии, двое, архимандрит Иоанн Акономцев, ректор Российского Православного Университета и Павел Флоренский, профессор геологии Московского геолого-разведочной академии. И вот как они отвечают на вопросы корреспондента, кавычки открыты. Как они отвечают? Не сочтите за грубость, но наш народ стал слишком тупым, и Бог как бы подает знаки, чтобы мы задумались о своей душе и вернулись к вере. Хотя, возможно, другое объяснение. Из истории церкви мы знаем, что мироточение может быть не только божественным знаком, но и проделками демонов. Проделками демонов. Возможно, в потустороннем мире кто-то просто издевается над нашими священниками, а мы ломаем голову над тем, что это происходит. Ну и дальше я уже отвечаю все. Не случайно Ян Затауст говорит, что большая часть священников погибает. Большая часть из этих резоносных из косички будет гореть в аду прямо от проруби Соби. Большая часть из этих избранных презириум в епархиях. Вот так. Удовлетворенная ответа. Спаси Христос. понятно про мироточение. Больше не скажешь. Идем дальше. Идолопоклонство. Язычники, забыв единого Бога истинного, выдумали много ложных богов, поклонялись тем, что имели под рукою. А также, кроме страстей, не имели ничего, то и богам своим служили страстями. Согласно греческой мифологии, боги на Олимпе вели себя столь же беспутно, как и люди, распутничали, воровали жёл, пожирали детей. Так, например, астарта изображается в виде ногой женщины в самом чувственном образе и считавшаяся божеством половой любви и плодородия. Служение совершалось блудом. 4-я царств, 23-я глава 6-й 7-й стих. И вынес астарту из дома Господня за Иерусалим к потоку кедрона и сжёг её потока кедрона и стёр её в прах и бросил прах её на кладбище общенародное. В плане Иеремии 42-43 Молоху, имевшему вид быка, поклонялись и служили тем, что приносили детей своих в жертву, проливая кровь невинную. Салом 105-37-38 И приносили сыновей своих и дочерей своих в жертву бесам, проливали кровь невинную, кровь сыновей своих и дочерей своих, которых приносили в жертву идолам. 4-я царств 17-17 И проводили своих сыновей и дочерей своих через огонь и гадали и волшебствовали. Виллу старались угодить тем, что ежедневно приносили ему в пищу 10 больших мер пшеничной муки, 40 овец, вина 6 мер, Даниила 14-3 а служители под столом сделали потаенный вход и им всегда входили и съедали это. Премудрость 14-23-24 совершая детоубийственные жертвы или скрытые тайны или заимствованные от чужих обычаях неистовое пиршество. Они не берегут ни жизни, ни чистых браков, но один другого или коварством убивает, или прелюбодействуют обижают. Сергей, текста не видно на экране. Занят, Леша, занятые идут по скайпу. Римлянам 1-25 Они заменили истину Божию ложью, поклонялись и служили твари вместо Творца. Римлянам 6-21 Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерти. Как же после этого почитания икон можно назвать идолопоклонство? Какими страстями сопровождается поклонение пред иконами и какому греху научает нас иконопочитание? Напротив, не о Боге ли его неизреченной любви напоминают иконы? Если взгляд на спасителя и крест его приносят пользу, об этом мы узнаем в числах 21 и Евангелия Та 13-45. Давайте зачитаем. Числа 21-я глава. И сказал Господь Моисею, сделай змея и выставь его на знамя и ужаленный взглянув на него останется жив. И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя и когда змею жалил человека Евангелие от Иоанна 3-я глава 14-15 стихи И как Моисей возьмет змею в пустыне так должного снесену быть сыну человеческому дабы всякий верующий в него не погиб но имел жизнь вечную. Ну и вот это предложение Если же взгляд на спасителя его крест приносит пользу об этом мы убедились то каким образом это может превратиться в выдало поклонство если взгляд на иконы будет не просто праздным а с желанием довести до Бога свои мысли и чувства с надеждой не ясно ли видна путаница в головах тех кто не может отличить идола от иконы так может вопросы у кого появились так мы идем дальше еврейский народ под заголовок такой как быстро распространилось вроде людского многобожия идолопоклонства слово Божие нам не говорит в 1656 году от сотворения мира Адама был потоп а через 721 год после этого столпотворения народ человечества настолько развратился что угодно было Господу избрать человека достойного и от него произвести особый народ в котором бы и сохранилась истинная вера в единого истинного Бога этот человек Авраам а народ от него произошедший народ еврейский Бытие 12 глава с 1 по 4 стихи И сказал Господь Авраам пойди с земли твоей от родства твоего и из дома отца твоего в землю которую я укажу тебе и я произведу от тебя великий народ как твердо держался этот народ видим что не устояли евреи против заразы язычества они усвоили иные богов и образы поклонения Бытие 31 глава 19 стих 30 32 34 35 глава об этом говорит 1 книга Сарс 19 13 и вот книга Исход 3 9 прочтем И вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня и я вижу угнетение каким угнетают их египтяне Бытие 35 2 И сказал Иаков дому своему и всем бывшим с ним бросьте богов чужих находящихся у вас и очиститесь и перемените одежды ваши Бог открылся евреям живущим среди египтян как сущий иегова то есть всегда существующий а остальные боги вымышленные а узнанные боги в Египте не ваши боги а чужие вот мое имя вовеки вроды господь оставаясь их богом навсегда повелевает бросить тех богов которых нашли в Египте и даже забыть о них но евреи и вспоминали и делали их исход 32 глава деяния 741 где недавно были трепет и ужас дым и гром в присутствии самого бога там евреи сделали египетского идола быка вот почему господь и дает им первую и вторую заповеди отсюда становится ясно что вторая заповедь десятисловий на скрижалях направлена против ложных языческих богов то есть идолов как же после этого смотреть на тех людей которые говорят что вторая заповедь запрещает иметь иконы идолы есть ложь а иконы есть истина на них изображается то что было и есть в действительности доказательства сектантов о том что все что говорится об идолах это говорится об иконах есть умышленное извращение святого писания на собственную погибель разве были иконы в то время когда люди не знали истинного бога а если не знали то как бы изображали то что не знали если были изображения как у Иакова Бытие 35 2 то языческие а так как икон не было тогда то не было нужды запрещать их так как запрещается то что имеется или делается если так даже по человечески делается разумеется то тем более бог не мог поступать вопреки здравому смыслу так вопросы может тут кого-то по прочитанному есть вроде все понятно дальше идем и вот следующий подзаголовок священные изображения в ветхом завете что же это за изображение золотая дощечка читаем книга исход 28 глава 36 стих и сделай полированную дощечку из чистого золота и вырежь на ней как вырезывают на печати святыня господня а премудрый говорит на этой дощечке величие твое значит золотая дощечка была печатью или оттиском изображения святого и великого имени божия херуины книга исход 25 глава 18 22 стих и сделай из золота двух херувимов чеканной работы сделай их на обоих концах крышки сделай одного херувима с одного края а другого херувима с другого края выдавшимися из крышки сделайте херувимов на обоих краях ее и будут херувимы с распростертыми вверх крыльями покрывая крыльями своими крышку А лицами своими будут друг к другу, крышки будут лица херувимов. Что это как не изображение? Книга Исход, 26 глава, 1 стих. Скинию же сделай из десяти покрывал крученого вессона, и из голубой пурпуровой червеной шерсти, и херувимов сделай на них искусную работу. 2 царств 6.2. И встал, и пошел Давид, и весь народ, бывший с ним, из Ваала и Удина, чтобы перенести оттуда ковчег Божий, на котором нарицается имя Господа Саваофа, седящего на херувимах. 3 царств 6.29. Так, секундочку, кто-то просится на занятия, видимо. Продолжаем. Продолжаем. Третья царств 6.2. Татьяна Веронюк, если вы на занятии, то отключите, пожалуйста, микрофон, фонит, мешайте. Благодарю. Третья книга царств 6.6.29. И на всех стенах храма кругом сделала резны изображения херувимов и пальмовых дерев и распускающихся цветов внутри и вне. В Ветхом Завете были изображения, иконы. Икон это переводится изображение. Третья царств 6.6. Подробное описание храма Соломона. Далее. Камни. Книга Исход, 28 глава, 12-13 стихи. Через резчика на камни, который вырезывает печать и вырежь на двух камнях имена сынов Израилевых и вставь их в золотые гнезда. Еще раз повторяю. С одной стороны, Бог запрещает делать изображения, а с другой стороны, повелевает. Ничего в этом нет, никакого противоречия. Запрещает делать идолов, повелевает делать святые изображения. Об этих священных изображениях мы можем прочитать в Исходе книг, 28 глава, и вот дальше перечислась 17 глава, 39, 10. Но можете открыть, сегодня будем время на это тратить. Исход, 30 глава, 29 стих. И освети их, и будет святыня великая, все прикасающиеся к ним, все прикасающиеся к ним осветиться. Господь, запрещающий идолов, повелевает сделать священные изображения. Для чего же Господь не только повелел делать изображения, но и почитать их? Вопрос. Исход, 21 глава, 1 стих. И вот законы, которые ты объявишь им. И далее в главах 21, 22, 23 идет перечень законов. И вот 24 глава, 5 стих. И пошел Моисей и пересказал народу все слова Господни и все законы. 25 глава, 1 по 9 стих. И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали мне приношение, а от всякого человека, у которого будет усердие, принимайте приношение мне. Вот приношение, которое вы должны принимать от них. Золото и серебро, и медь, и шерсть голубую, пурпуровую, и червленую, и весон, и козью, и кожи бараньи, красные, кожи синие, дерева сетим, елей для светильника, ароматы для елея помазания, и для благовонного курения. Камень Оникс и камни, вставленные для ифода и для наперсника. И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди их. Все, как я показываю тебе, и образец скини, и образец всех сосудов его, так и сделайте. Сход 25.40. Смотри, сделай их по тому образцу, какой показан тебе на горе. Левит 8.26. А вы соблюдайте постановления мои и законы мои. Левит 18.30. Итак, соблюдайте повеления мои. Левит 19.19. Уставы мои соблюдайте. Левит 19.37. Соблюдайте все уставы мои, все законы мои, и исполняйте их. Я Господь. Левит 20.8. Соблюдайте постановления мои и исполняйте их, ибо Я Господь, освящающий вас. Второзаконие 5.1. Слушай, Израиль, постановления и законы. Второзаконие 4.40. И храни постановления его и заповеди его. Пятая глава тоже. Второзаконие 6.1. Вот заповеди, постановления и законы, которым повелел Господь Бог ваш научить вас. Второзаконие 6.24. И заповедал нам Господь исполнять все постановления сии, чтобы мы боялись Господа Бога нашего. Псалом 88.31.35. Если сыновья его оставят закон мой и не будут ходить по заповедям моим, если нарушат уставы мои и повеления моих не сохранят, посещу жезлом беззакония их и ударами неправду их. Милости же моей не отниму от него и не изменю истины моей. Не нарушу завета моего и не переменю того, что вышло из уст моих. Псалом 118. Из этого следует, что законы и заповеди, уставы и постановления в очах Божьих имеют равное значение. Называющие иконы идолами лжесвидетельствуют на Бога, будто Он сам ввел людей в идолопоклонство. Господь Бог, запретив идолов и кумиров, повелел сделать священные изображения, тем самым сам же полагает между ними различия. Господь не показывает на горе идолов как несуществующих, а изображения показывает как истинные. Одно мерзость – идолы, другое иконы – святыня великая, освящающая собой все, что будет прикасаться к нему. Делая такое различие между идолами и иконами, Господь строго заповедал, сказав Левит 10, 9-10 стихи. Это вечное постановление в роды ваши, чтобы вы могли отличать священное от несвященного и нечистое от чистого. Вопросы, может быть, возникли по-прочитанному. Храм Соломона, вторая книга Паралипоменон 1.1. И утвердился Соломон, сын Давида, в царстве своем, и Господь Бог его был с ним, и вознес его высоко. Вторая Паралипоменон 2.1. И положил Соломон построить дом имени Господню и дом царский для себя. И начал Соломон строить дом Господень в Иерусалиме. Внутреннее убранство храма. Можем прочитать второе Паралипоменон. Третья глава с 1 по 14 стихи. Четвертая глава с 1 по 5, 15 стих, 21. Пятая глава с 1 по 8 стихи. Вторая, 6 глава с 18 по 35. Седьмая глава с 23 по 39. Восьмая, 6, 7 стих. Мало того, что здесь были и такие изображения, которые священного значения не имели. Валы, львы, пальмы и подобие огурцов, однако за идолов не почитались. Третья книга Царств 7.29. Кругом сделал резные изображения херувимов и пальмовых дерев и распускающихся цветов внутри и вне. Третья Царств 6.18. На кедрах внутри храма были вывезены подобие огурцов и распускающихся цветов. Все было покрыто кедром, камня не видно было. Третья книга Царств 7.24. Слава Господня наполнила этот храм. Вторая Паралифоменона 71 по 12. Моисей, Давид и Соломон со всем народом Божиим имели у себя иконы. Сектанты напирают всегда на то, что сходен дематериал, из которого сделаны идолы и иконы. И очень уж похоже описание идолов. Все так, как будто про иконы написано. Идол и иконы из одного и того же материала. И об этом можем прочитать исход книга 40 глава с 19 по 20 стихи, 44 глава с 13 по 17. Книга Деяния 7.43. Третья Царств 6.23. Исход 36.35. Второй Паралифоменон 2.14. Но иконы это не идолы. Храм ведь тоже строился руками, а не ногами. И он ведь не идольское капище. Звери и люди изображаются, но им нельзя служить как Богу. Иезекиил 8.10. Деяние 7.41. Третья Царств 7.29. И даже змея Господь повелел изобразить, сделать Моисею. Число 21.89. Но потом почитание змея было уничтожено. Четвертое Царство 18.4. Так как ему уже дали имя Нехуштан. Иконы никто не почитает за живых богов, а лишь за изображения. Вопросы? Можно, да? Сергей, вот леп – это нечистое животное? А почему Его разрешил в храме изобразить? Господь нечистое животное запрещал кушать, а изображать-то Он их не запрещал. Что-нибудь означало это изображение льва? Но лев это символ власти и царства. Лев из Иудина колена, назван Христос львом и также назван дьявол львом. Лев ходит рыкающий, еще кого поглотить. Там лев и там лев. Там изображение и там изображение. Одно изображение приводит к Богу, другое изображение уводит от Бога. Различайте чистое и нечистое. Поэтому, а если так вот по-сектантски узость взгляда на истину. А раз лев, значит нечистое, значит плохое. Раз изображение, значит все это плохо, нельзя изображать. Раз руками человеческими сделано, значит это уже идол. Тогда их раб Соломонов идол и все это. Ну, узость взгляда на истину, скудоумие эти, нет у них там. Слава Богу. Еще вопросы? Ну, вот мне вот к этому Нихурштану тоже хочется обратить на это внимание. То есть, ну, кто не читал, прочитайте. Четвертое царство, семнадцатая глава. То есть, помните, да, змея, на змея, когда люди смотрели и исцелялись, когда их жалила змея. О, все вроде это по повелению Божией, люди исцелялись, все хорошо. Но потом, когда этому же змею, через которого были исцеления, дали имя Нихурштан, то Бог почитание этого змея уничтожил. То есть, когда священное изображение люди сами превратили в выдолом, Бог это уничтожил. И сегодня, когда некоторые люди в неведении икони поклоняются как идолу, не зная истинного Бога, это очень похоже на эту историю с Нихурштаном. Богу это не угодно. И в истории церкви мы знаем, прям, когда просто хотели люди в храмах иконы приподнять, чтобы, что из этого вышло там. Игнать Тихонович, вот это вот, пожалуйста, расскажите поподробней. Когда икона почитания переходит от выдолопоклонства. Когда икону почитают за божество, хотя она священное изображение. Вот как в Ветхом Завете Нихурштан было. И вот сегодня есть такой момент? Или нет? Игнать Тихонович. Микрофон включите. Теоретически нету. А практически почти в каждом месте. Ну, выходит, сектанты отчасти правы, когда видят вот такое поклонение. Во что это все вылилось? Мы отрицать не можем, оно действительно так. Люди, как слепые, по стенке ползают. Мало того, еще поцелует, да лбом боднет икону. Гляжу, там привезли мощи какие-то, икона-то. И Путин поцеловал и тоже лбом ударил. То ли ума не хватает, то ли еще не понял ее. Икона особая. Устав пишет о прибавлении ума. Каким тиражом? Если 10 тысяч, это на 10 тысяч по умнению можно рассчитывать. А в действительности, как было, так и есть. Вот положена она икона, она свидетельствует. Распятие, Рождество Христово, что изображено. Это помогает нам сосредоточиться. Сектанты всегда уже открытки эти выпускали с изображениями. Выпускают детская Библия с изображениями. Это не сегодня у них есть. Сейчас в молительных домах баптистам зайди, у них там большие нарисованные изображения. Другие только голуби рисуют, крест. А какая разница, на его это или в уме, там мы уже читали про это. Надо человеку рассказать. Вот у нас этого нет, чтобы ходили иконы там искали где-то. Они висят высоко. Один раз, когда выходим уже из храма, перед службой оканчивается, все подходят к Евангелии, к иконе приложились и все. К изображению Христа или праздника. Игнать Тихонович, расскажите об истории, когда иконы стали поднимать и люди потом там чуть ли не до Бунта дошли. При Льве и Саврянине. Просто зарядите, Левый Саврянин. А его объявили, ну, я не против, что там говорили, а то меня в еретики запишут. Он не против икон был, только поднять надо было повыше. А его убили. И убили не как православные киллеры во время службы прямо в алтаре. Канон говорит, что там в алтаре не может быть женщина и не может быть мирянин. А царь-то мирянин. Но тогда сделали исключение. Кроме царского достоинства. То есть царь может быть. И он там был. В это время охранники остались здесь. А православные там были, может переодетые диаконы были. Они бросились на него. И он отбивался крестом в руке. И они руку отрубили ему. Убили. Православные. Так что, что тут сказать. Горе нам. Дальше еще углубляться. И так понятно. Зайди в любой храм и посмотри. Пришел. Стой, молись. Нет, они по иконам лазят. Крестные ходы вот это. И проще. Это нигде ни заповеди, ничего нет. А что из этого идут? Крестный ход. Вот идут они там, как говорится, загаживают лесополосы. А теперь уже я вот там был. Или одна ходила много раз. А теперь я вот замужем. Неизвестно какой раз. А там бизнесмен был. И она познакомилась. Вышла. Особенно после фильма «Остров». Тут прямо ажиотаж начался. Я называю это православный хадж. Как путешествие в Мекку или в Медину. У мусульман. Ничем оно не отличается-то. Если ты веришь Богу, зачем тебе идти? Мне вот из Иерусалима прислали. От иудеев там все сфотографировано. Сколько всего. Сейчас можно фильм-то любой посмотреть. Не надо там толочься, не надо ехать. Что ты там возьмешь-то? Иконы у нас есть. Есть иконы. И все слава Богу. Мы никогда не делаем здесь. Дома мы даже ни свечи, ничего не зажигаем. Из-за пожара опасности. У Бога светила сияют. Есть такое песнопение. Вожжог светила. Ну что прибавит моя свечка тебе? Ну положено, мы ее зажигаем в храме. Все. Спасибо, Христос. Вопросы? У нас час уже прошел. И вот сейчас, в следующие полчаса, любой может задать Игнаю Тихоновичу вопрос, какой наболел по прочитанному и даже не по прочитанному. Следующие полчаса ваши, я свой лимит исчерпал. Пожалуйста, время вашей. Давай, Юра. Игнатий Тихонович, в доме где лучше икону расположить? Раньше в красных углах это считалось, как-то располагали при входе в дом. Как, где лучше, на кухне, в зале? Подскажите, пожалуйста. На кухне, и в зале, и в комнате. Везде можно иконы повесить. Но когда люди заходят, сегодня квартиры так расположены, что не поймешь, но где определенно молитесь, моления, нужно, чтобы поклоны были на восток, где солнце восходит. И поэтому крест, все храмы развернуты так, чтобы, приходя в храм, видели, восток там написано, явился нам восток. Востоком назван Христос. Икона или крест? Ну, у нас крест вверху, самое выше всего это распятие, а внизу там бывает икона, а то просто икона совсем маленько в стороне, так что полка, а крест распятие центральное место занимает. И раньше иконы в углах располагали, а сейчас углы, как правило, там батареи проходят или еще что-то. Не знаю. Не имеет значения, на стене можно... Не имеет значения, но мы так привыкли. Удобно как-то стоять и... А в церкви-то вот у нас заходишь, иконы со всех сторон висят. Какой там угол в церкви? У храма это не соблюдается, алтарь посреди... Но только на восток, это абсолютно точно везде по всему миру. Если у тебя нет компаса узнать, посмотри, как вход в храм. Куда крест стоит? Крест, чтобы на крест кланяться, на восток. Это везде до одного храма во всем мире. Это непременные условия. Запад, это сатана считается, оттуда придет. Понял. Раньше даже, я уж тут скажу, тут у нас женщины-то ничего не забунтуют. Считалось, что вот если мужчина идет по легкому, чтобы никогда он не... Не был повернут лицом на восток. Даже в этом старались. И то... Ну, понятно. Желание того, чтобы не осквернить, возьмет. Мы зашли в мечеть мусульман. А у них там эбонитовая черная рука стоит. Куда она показывает? На Мекку, на Медину. Туда, дескать, идите туда поклоняйтесь. И как делал Даниил? Он открывал окно и молился на Иерусалим. Значит, окно у него было со стороны Иерусалима. У него-то восток, то он и есть восток. А ему приходилось открывать, видимо, на запад. Потому что это пленение было в другой стороне. Ну, мы примерно так говорим. Потому что если для нас он на юге, то те народности, которые ниже Израиля, то для них на севере получится. Так вот. Ну, все. Еще нет, дальше можно идти. Спасибо. Давай, брат. Так, ну идем дальше тогда. Священные изображения в храме Зарабавелевом и принятие их Христом и апостолами. Храм Соломонов через 400 с лишним лет был разрушен. Евреи взяты в плен вавилонский за 585 лет до Рождества Христова. Вторая книга Ездра, 1.54. На месте храма Соломона был построен после возвращения из плена новый храм, называемый по имени строителя Зарабавелевым. Зарабавелево построен. Писание храма можно прочитать в книге Езекииля 41 по 44 главы. Малахия говорит, что в этот храм придет Христос. Малахия 3.1. Внутри и снаружи храма по стенам от пола и до потолка были резные изображения, иконы хирургимов, сделанные по повелению Божию. Лука 2 глава 22 по 27 стихи 42 глава 46, 49, 22, 53. В Евангелиях даются описания того, как в этот Зарабавелев храм приходили апостолы, и сам Господь молился в нем. Что же, неужели Господь ошибся и пришел не в тот дом, или не заметил изображений? Слово икона в переводе с греческого обозначает изображение. Вопросы? Может быть есть. Я поправляю. Зарабавель. Может и Зарабавель. Спорить не буду, не знаю. Иван говорит, Луки 24 глава 53 стих. И пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь. И Марка 11, 11. И вошел Иисус в Иерусалим и в храм, и осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Ифанию из 12. 1 Сарс 4, 4. И послал народ в село, мы принесли оттуда ковчег заведа Господа Саваофа, сидящего на Херувимах. И Закиль 10, 18. И отошла, слава Господне, от порога дома и стала над Херувимами. Вся глава об этом говорит. Священные изображения должны быть в Новом Завете. Ветхий Завет был договором Бога с еврейским народом. Евреям 1, глава 1, 2 стих. Что-то непонятно, что это. Исайя 14, 27. Марка 11, 17. Апостолы приняли храм с изображениями. Диане 2, глава 46, стих. И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу, веселье и пристатье сердца. То есть, если бы это было изображение, как утверждают сектанты, это идолы, их нужно гнушаться, то апостолы бы не ходили бы в этот храм. Однако, они посещали храм, храм с изображениями. Поэтому сектанты здесь заблуждаются. Диане 5, 12. Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломоновым. Диане 3, 1. Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 9. Диане 22, 17. Когда же я возвратился в Иерусалим и молился в храме, пришел я в выступление. 1 Коринфянам 4, 16. Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу. 1 Коринфянам 11, 1. Будьте подражателями мне, как я Христу. Сектанты, убедившись, что иконы не есть идолы, говорят, что прямого указания на иконы нет в Библии. Доброе дело делается без повеления. В Иерусалиме 28, 19. Яков поставил столб каменный на месте явления Бога. Судей 6, 24. Гидион поставил большой камень и назвал его камнем Завета с Господом. Иисус Новин 22, 10. Без повеления Божьего устроили алтарь. 1 Царь 7, 12. Пророк Самуил поставил знак победы, тоже без повеления. 3 Царь 7, 29, 8, 11. Соломон без повеления сделал многое и принято Богом. Также и празвание Дня Святой Троицы, Воскресный День, Рождество Христово. Все это мы делаем без повеления Божьего. Из множества Евангелий, около 20, без повеления, по преданию, мы признаем только 4. Вопросы? Диссектанты говорят, раз повеления нет делать иконы, значит, их делать не надо. И вот такое возражение. Доброе дело, можно и без повеления Божьего делать, по зову сердца. Давайте, давайте. Не вижу поднятой руки. Можно сейчас без поднятой руки прямо говорить. Значит, Игнатий Тихонович, я опять по иконам вопрос у меня. Значит, есть иконы, которые, ну, скажем, мирянами сделаны. Например, у меня родственница бисером вышла икону, украсила и мне подарила. Или же иконы должны быть сделаны, ну, благословенными людьми, иконописцами или еще. Можно такие иконы применять, использовать, почитать, которые мирянами сделаны? Можно, но только надо принести в храм, чтобы она была освящена, и священник сказал, что все правильно нарисовано. Понял. Да. Обязательно проверить. Потому что иногда люди, не знающие, такое нарисуют. Я говорю, что же вы изобразили-то? Лазарь выходит из могилы в церкви, прям в храме это, в Новосибирске. И руки раскинул, здорово. Я говорю, ну, написано, развяжите его, когда он вышел-то, как он мог так быть? А у нас в Покровском соборе Христос сидит с самарянкой, а рядом колодец, у колодца-то, у него краник открытый, вода течет. Я говорю, ну, какая вода-ка, написано, колодец глубокий, тебе достать нечем-то. Настоятель даже испугался, говорит, как же так, я не смотрел. Лучше, краски ведро-то замазали. Рисуют-то не как раньше. Благословения там просили, люди талантом обладали. А сейчас, видишь, деятель народ пошел. Еще на кресте распятия Иисуса Христа, которое считается православным. Я слышал несколько мнений из разных видеороликов, где у Иисуса Христа ноги, ступни скрещены, или же параллельно стоят, или носки врозь, и руки четко распростерты, или немного наклонны. Разные есть изображения. Что признавать? Все признавать. Вот старообрядцы, они только вот так, что в вертикальном. Вот так человек-то висеть не может. Они говорят, это Христос бодрствующий. Объяснение дают. Теперь, Хрис бывает четырехконечный. На Ризах, на Просворах, шестиконечный и восьмиконечный. Это все распятие Христово. Одинаково. Вот старообрядцев у них иконы только должны быть на металле или на дереве. Все. Бумажные они не признают. Ну, это уровень такой. Какая разница, на чем? На стене изображено. Он, я видел, у грузин, так у них там, кажется, на шкуре изображено. Когда нужно, Господь изобразит и на воде. Потому что явления Христа были показаны неоднократно. Григорий, это, алмиринский, вон, евреев там припугнули, что если не будете христианами, мы всех казним. Вот такая проповедь была у христиан. Ну, они вызвали главного-то, а он еще может сказать. Ну, еще, давай убеждать евреев. Ну, давайте уж крестимся, чтобы только не убили нас. Они говорят, и детей всех порубим. Это православные. Так что мусульмане-то это не первые этим занимаются-то. Мы там показали дорогу-то им. Мечом прорубаются. Ну, и как все начинать показывать, что за нами-то есть. А нам надо вести себя тихо-тихо. И вот они, евреи-то, говорят, тогда покажи нам Христа. И стали молиться, и Христос на облаках явился. Это единственный случай такой был. О Мерицкий. Григориев много было. Григорий Богослов, Григорий Чудотворец, Григорий Нийский, Акарагандийский. А это Мерицкий. Вот такая история. Ее тоже не надо скрывать. Но она в житиях описана. У Дмитрия Ростовского. В любом деле должен быть какой-то руководитель. Посмотреть. Если икона, вот как написано, с церковной иконы, фотография. Но она икона икона, только осветить надо. Такой порядок был. У меня интересная икона была. Ну, я с ее копией сняли. А сама икона, даже не знаю где, то ли сгорела или что. Был архиерей тут. Он стал потом Ставропольским. Дидион, Докукин фамилия. Мы с ним как-то близко знакомы были. Ну, на разных тонах говорили. И он был и купил мне икона Игнатия Богоносца. Когда он на арене стоит, и там на трибунах люди. А его львы, львы его съедают. Так было. Специально купил. Она красочная такая. Ну, наши сделали в красочном виде. Сняли копию. А у меня черно-белая. Ну, конечно, только глянул и сразу представляешь. Он стоит посреди арены. С двух сторон львы обхватили его. А можно без икон? Можно. Мы молимся, когда спать захотел уже. И даже и глаза закрыл. А серафим Саровский говорит, если сон подойдет, тогда открой глаза. Наоборот. То есть молится с закрытыми глазами. А в другом месте написано, Иисус возвел очи свои и сказал, очи. Возвел. То есть посмотрел кверху, возводить очи. Вот Василий Великий. Вот мы молимся, когда в конце молитвы поднимаем руки кверху. Поднимаем. Да так, дескать, не полу. Павел говорит, хочу, чтобы вы знали, чтобы мужи во всяком месте поднимали руки без гнева и сомнения. Если не поднимают, значит, люди с сомнений или во гневе живут. Вот Василий Великий, когда дошло дело до одного важного момента, один юноша полюбил девицу одну, но она на него внимания-то не обращала. И он тогда пошел прямо к колдуну, а колдун свел его с сатаною. Ну и тот сказал, она будет твоя, если ты душу отдашь. Он говорит, а мне что душа-то, я ее не признаю. Ну и подписал бумага. И она сразу к нему. В ней огонь забушевала кровь просто. Она на шею висит ему. А потом-то она это узнала. Она христианка, слабенькая была. Ну и дошло дело до Василия Великого. А он узнал, это юноша там запер. Ну, стали молиться. И он говорит, что он меня душит, сатана. Тогда он признался у церкови. И все подняли руки. Говорит, поднимите руки. И все подняли руки кверху. И стали молиться. И тогда из-под купола там эта бумага упала. Он тогда взял этот договор. И говорит, это ты подписал. Он говорит, да. Он ее порвал. Порвал. Я слышал такой случай еще, но это не из житий. Вот так же юноша один. Душу продал, а потом опомнился. Он понял, что ему в ад надо. И он на русской пище сидел, и только качался, и горько плакал. А как, у колдуна осталось-то? Бумага-то, бумага-то у него осталась. Ну, отец решил, ему посоветовали, говорит, ты возьми, составь документ этот. И сыну приди и скажи, я выкупил, сынок, бумагу-то. Он обрадуется, и все, ты ее порви, сожги, не показывай ему. Ну, он так и сделал. Открывает дверь. Сын, я выкупил эту купщую твою, вот она где. И сразу порвал. Он как кинулся с печки-то. Отец, та была на желтой бумаге, а у тебя белая, и упал замертво. То есть с этим шутить нельзя. Надо молиться, как во времена Василия Великого. Иногда они молились крестообразно распростершие руки, как на кресте. Иногда молились, лежа на земле крестообразно, прообразуя страдания Христову в подобающем месте. В Житии Святых, Житии Святой Агафьи, это все написано. Я это начитывал по этому свидетельству. Так, форма даже моления, и то разная. Поклоны земные, поясные. Но если поясные, надо, чтобы лоб задел, крест изображай. Лоб твердо. Два или три, это уже как ты приучен. Чрево, где пуп находится, да в ней, чтобы тело почувствовал правое и левое. Вот это крест, чтобы ровный был. А то налево, когда-то подмышку толкает, говорит, а рукой машет, как будто пуговицы чистит. Это все насмешка над нами. А это же изображение креста, и крест изображать нужно со страхом и трепетом. Сатана боится креста, а говорит, да ничего не значит. А вот тут они ошибаются на сто процентов. Он очень не любит поклоны. Очень. Христос сказал, мы знаем, к чему кланяемся, кланяемся. И мать Зеведеева подошла, кланяясь. И как, написано, лицом до земли. Это все в Писании, говорит. Я все места выписал и показал. Почему, баптисты, не кланяйтесь-то? Стоят, как идола. А воно этих, в свете-лиговых, за счет, они сидят, сидят друг друга, обняли. Все. Говори, брат. У нас не так. Мы стоим. Стоим, молимся, поклоны делаем. Воскресный день без поклоны делаем? Вечером уже поклоны начинаются. Вечером, потому что наступает понедельник. Вечером земные поклоны уже. А в пятницу вечером уже нельзя делать, потому что наступает суббота. Церковь почитает субботу ради творения. И воскресенье ради нового творения во Христе Иисусе. Речь идет о земных поклонах именно. Именно о земных. А пояснее это всегда. Но в церкви делается, когда с чашей выходит священник, когда благословляет с чашей. Там 2-3 места ездят, кланяются. Это по уставу. А не как бы в нарушение. Но в нарушение это что главнее? Вот написано было, в субботу нельзя работать. Но нельзя. Человек искал что-то там растопить, печку там, хворост собирал. Его убили. А теперь женщина рожает. Но она родила, допустим, в пятницу. А восьмой день обрезать. А восьмой день падать на субботу. Так что соблюдать? Девятый. Нет, только восьмой день. Так и нарушение? Нарушение субботы здесь священнику не вменяется. И воды надо принести, и воду нагреть. Это же дрова надо. Так что тут понимать надо, что важнее. О, 2 заповеди сошлись в одной. Вот у нас в Потеряевке мы соблюдаем на 10-е праздники, стараемся не работать. А для фермера можно. Потому что у него, говорит, день кормит. Год. Но в воскресенье никто не должен работать. Ни фермер, никто. Воскресенье превышает все праздники. Просто надо разумно делать, не привязываться к мелочам. С батюшкой после службы в воскресенье он пригласил часовню устроить. Пошли, помогли вместе с казаками местными. Я сам помогал в часовню. Я знаю, что в воскресенье нельзя делать. Но раз батюшка сказал, что седьмой день Богу посвяти, я понял, что, ну, я подумал, что это благое дело. Нет, нельзя. Другое дело, там тебе пробило крышу, вода течет. Здесь никакой, нету спешки. У нас даже в выходной как раз, на воскресенье, солнечный день. А остальное идет дождь. У него неубранный хлеб. И мы все равно, он пытался делать, мы восстали, и все кончилось. Больше покушения на это нет. Ну, это такая вера. Я не пойму, вы пожилой человек, а почему бреетесь-то? Зачем? Не буду. Не надо. Не надо. Вы искажаете образ Божий. Это бунт против Бога. Это власть. Власть мужчины. Видно, что язычники против бороды, потому что они хотят продлить юность. А мы наоборот. Борода бывает всегда, это значит возраст. А с возрастом мудрость должна прийти. Все пророки с бородами, Христос с бородой, апостолы с бородами. А нам кому подражать-то? Кому? Я говорю, смотри, вот посмотри, как Энгельс, какая у него борода у Придриха Энгельса. Там только чуть видно ямочка, где рот у него. У Карла Маркса поменьше, у Ленина маленькая, у Сталина усы, а у Хрущева и на голове уже нет ничего. Как арбуз. Как яйцеголовое скорпиона. Игнатий Тихонович, я еще не пожилой человек. Ну, вот так. Как время пришло, юноши. Не прикасаться, бритвы выброси. Зачем из-за пустяка? Потому что это большее, чем изнасилование. Изнасиловали Дину, она была обесчищена. Бороду отстригли, там половина бороды это побрили. Очень обесчищена. Мы должны внимательно смотреть. Притом это не стоит ничего. Еще вопрос. Вы бы вот процентировали. Мужам поднять руки свои. Речь идет именно о мужчинах. Женщины тоже могут поднимать молитвы? Могут. Точно так же. Малые дети могут поднимать. Апостол Павел тут говорит, а где обращаются к мужчинам? К женщинам нельзя обращаться. Нету обращения. Братья и сестры, во всей Библии такого нету. А так сейчас выходит, патриарх, братья и сестры. Это и сектанты все говорят. К женщине нельзя обращаться. Нельзя. Потому что она имеет право тогда сказать в ответ что-то. Когда говорится, братья, это подразумевается сотворил мужчину и женщину сотворил их. Все. В Адаме все умирают, а не в Еве. И в Адаме, а во Христе все живут. Так что тут никак. Женщина для мужчины, но не мужчина для женщины. Она за мужем. Написано, за мужем, за мужем. Спасибо Христа. Говорят, когда женщина покорная мужу, хотя фактически мужчина это какая-то цифра, талант 1, 2, 3 там у него. А женщина 0. Но если она сзади станет, то если у тебя талантов 3, получится 30. А если она впереди станет, 0,3. Вы поняли смысл? Фильм был поп. Женщина это 0. К ней нет обращения. И она должна быть в подчинении. Ни слова не говорить. Вот добейтесь, если женаты. Учить жене не позволяя не властвовать над мужем. Но быть в безмолвии. Ничего не получится. Если она привыкла, он ей будет рот раздирать шире, чем у Магометова. Вот и все. Фильм был поп. Там он объяснял одному. Я, говорит, стройен, подтянут. Моя жена полна округло. Следовательно, я единичка, она нолик. Вместе мы десяточка. Раздели нас. Она ноликом останется. Ну и я уже не буду десяточкой. Да, да, да. А поставь, женщина, нолик вперед, будет 0,1. На деле-то это не получается. Не получается, не всегда. Она обязательно ее под каблук замнет, если он такой слабенький. Да еще безбородый. Сказал, все, стойко и ясно, понятно. Так, ну что, все, наверное. 28 минут. Здравствуйте, а можно мне вопрос задать? Можно. Вот я читала, что девочкам и незамужним женщинам можно ходить в храм с непокрытой головой. Но я слышу, когда заходят девочки или молодые женщины, на них бабушки очень как бы ругаются. Вот как к этому относиться? Вы дальше смотрите. Там одно предложение. Если муж молится с покрытой головой и постыжает голову. Муж. А тут жена. Если это касается девочек, тогда и мальчиков касается. Тогда он может молиться в шапке, пока не женатый. Но явное дело, что речь идет о пол. Какой пол? Ты приучи ее сейчас, в детстве, чтобы она была... Никогда она не была без платка. Никогда. У нас вот ребенок, даже девочка на руках у матери, у нее уже все по форме. Поводник и платок. И не просто, как вот в церкви там хористы поют, они какой-то шарфик напустят. И на полметра ниже узел завязан, у них как все это висит. Но это не платок, ничего нету. Не покорилось. Попробуй надень на них платок. Никак. Говорят, так это у вас мало, поэтому у вас исполняют. Не поэтому. Потому что есть правила, а без правила ничего и не будет. У нас приехали с архиереем из города певцы, хористы и семинаристы. Рядом староста живет. У него дочка Мария. Они к ней все туда направили их. Оттуда выходят, как будто все наши. Все точно по форме. Вот, один раз. Кто-то приезжает, когда показать храм где-то. Если женщина в брюках, значит дать юбку надеть. Нет, значит нет. По деревне не ходить. Это ничего не хотят делать. Сейчас вот молодых там рукополагает. Но канон правила, их даже не спрашивают. Ему 18-20 лет, его уже священники. А канон, 6-й вселенский собор, 14-15 правила, не ранее 30 лет. Повсеместно нарушается. Везде и у старообрядцев, и у новообрядцев. У всех. Никон хлешется из-за закона. И Никоны, а вакуум 1 в 21 год, у 2 в 23 года рукоположен. Так у нас нет священников. Потому и нету, что молодыми все затолкали. Христос на проповедь вышел не раньше 30 лет. Это закон Израиля. Быть учителем раньше 30 лет не разрешается. У него опыта нет. Он еще юношей считается. Отрок. Все. 30 минут. Помолимся. Достойно есть я, кого истину, Влажит дитя Богородицу, Пресновлаженную и пренепорочную. И Матерь Бога нашу имя, Честнейшую Херувим, И славнейшую без сравнения Серафим, Без истления Бога Слова рушую, Сущую Богородицу Тебя величаем. Молитесь. Отец наш Небесный, Мы предстали перед Твоим величием, Чтобы воздать славу Тебе. Прости нам наши согрешения, Вольные и невольные, В уме и в помышлении, В водни и в ночи, И во всей жизни нашей, Ибо Ты благо человека любишь. И осени нас благодатью Духа Твоего Святого, Чтобы мы приносили обильный плод, Чтобы достигли желаемой пристани Царствия Твоего, И навеки соединились с Тобою. Родных и близких, Не познавших Тебя, Найди и обрати. Дай страх Твой Божественный правителям, И сохрани их от покушения. И всем даруй духовное рождение, И водительство Духом Святым. Тебе, Господи Божий наш, Слава вовеки, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Спаси Христос. Аминь. 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 Спасибо. Аминь. Аминь. Продолжение следует...